Представляю вам Магомета Муртазалиева, министра экономики и финансов, непризнанной республики Ичкерии, министра в изгнании. Все правильно? Ну, если говорить о непризнанной республике, то есть правовый документ территории Грузинской республики, которая признала независимость от Союзной республики. Также есть документы, подтверждающие правовый статус нашего государства со стороны России. А кто? Договор о мире. А кто президент сегодня у вас? Сегодня, как вы знаете, у всех законно избранных президентов российская власть убила, совершила подкушение на меня. Обязанности выполняет представитель кабинета министра Магомета Каев. Он сегодня первое лицо государства. Ну, вы, вот, ваше правительство, оно как-то формирует политику вот этого государства? Вы встречаетесь, общаетесь. Что вы делаете для того, чтобы государство существовало? Ну, во-первых, занимаемся всеми вопросами, которые находятся в нашей жизни. Формируем политику, да. Занимаемся всеми вопросами гражданами Чеченской республики, которые находятся за пределами оккупированной Чеченской республики. В Евросоюзе, в Америке, в Канаде, в странах Ближнего Востока. Сколько сегодня граждан Ичкерии, вот, в мире? Юридический статус, который, как бы, определяет, что они граждане Ичкерии, ну, по данным, опять же, Евросоюза, на территории европейских стран вырегистрировано более 140 тысяч. И те, кто себя считает? Это было 4 года, конечно, да. Ну, они, по крайней мере, получили статус беженцев на основании того, что они являются политическими беженствами из Чеченской республики Ичкерии, что в отношении них применялись пытки и преследуемые и так далее, и подобные национальные признаки. 140 тысяч, да. Они как-то участвуют в жизни государства вашего? Своего? Необходимую поддержку оказывают. Вот, Магомед, что ты думаешь о нынешней ситуации в Чечне? Ты, я думаю, пристально следишь за тем, что там происходит. Как меняется эта ситуация в связи с изменениями в самой России, в том числе и экономическими? Ну, с моей точки зрения, за 17 лет каких-то радикальных преобразований в оккупированной Чеченской республике не произошло. То, что мы видим сегодня по телевизору, то, чем занимается пропагандистский российский канал, мы должны понимать, что это всего лишь пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью, которая там имеется. И, с моей точки зрения, по большому счету, ничего не изменилось. Вопрос находится на той же стадии, на которой он был в начале второй оккупации и агрессии России в отношении Чеченской республики. Насколько вот чувствительно для Рамзана Кадырова вот эта тема чеченских беженцев, существование Ичкерии, пытается ли он как-то влиять на вас? Может быть, ну, какую-то пропаганду вести, в том числе на Западе, посылая там кадыровцев в разные страны и так далее. Вот вы чувствуете вот такое внимание с его стороны здесь? Ну, вы должны понимать, что, опять же, термин кадыровцы, он веден российскими СМИ. И Кадыров сам ничего не решает. Он не может там сказать даже своим, как он говорит, пехотинцам Путина, идите вот, езжайте в Европу там и разберитесь. Пока он не получит добро от Федерального службы безопасности России, он как лицо, которое является штатным сотрудником спецслужб России, абсолютно подчиняется их приказам. Его используют, он является таким официальным козлом отпущения генетезиальной политики России в отношении членского государства и граждан. Если нужно будет завтра сделать заявление, чувствительно ли для него там беженцы, политика, ну, и все, что происходит с беженцами, для него лично, для человека, который предал свой народ и свою страну, могут быть такие вопросы чувствительные? Конечно, нет. Если бы этого волновало бы, он бы никогда не предал бы и не перешел на сторону оккупантов. Вот Чечня все-таки, наверное, никогда не жила так хорошо, как при Кадырове и при Путине. Вот ты согласен с этим? Ну, опять же, пропагандисты и клише российских каналов, что уж. Самое интересное, что те стандарты, о которых они отзываются с негативной точки зрения, вот Кадыровцы и так далее и тому подобное, когда эти Кадыровцы, как они говорят, когда они их обнаружат в Москве или Петербурге, они смырят какой-то дикий шок, стресс, страх и так далее. Но если те же самые Кадыровцы находятся в Чечне, то это какое-то благо там, да. Опять же, Кадыровцы – это сотрудники Федеральной службы безопасности. И если кто-то считает, что оккупированное Чечнение так хорошо, здесь просто есть в Эстонии люди, которые периодически с ними встречаются, как вот построили такие дома и так далее, там так замечательно. Я говорю, что вам мешает? В оккупированной Чечне 99,99% предметов преподаются на русском языке. Все на русском языке, все вывески на русском языке. Путин является там божеством, так как этой пропагандой занимаются оккупационные власти. Почему вы не поедете, не живете там? Но все знают чеченский при этом язык. Кто все? Российские оккупанты? Нет. Те чеченцы, которые там живут. Вы, наверное, тоже понимаете, что знать язык и уметь писать на нем не только простое сочинение, но хотя бы какое-то там произведение какого-то уровня. Это совсем разные вещи. То есть сегодня нет бытовой языка? Нет писателей, нет культуры. Начнем с того, что за 16,5 лет оккупации Чеченской республики на выделенные, так сказать, из бюджета Российской Федерации деньги, это миллиарды рублей, до сих пор не сформирован алфавит чеченский. Дальше будем мы говорить. Просто алфавитами это совершенно не. Чеченская грамматика преподается на 100% на русском языке. Можете представить, что русскую грамматику преподают на чеченском языке, например. Такое, какая-то... Ну, это смешно. Смешно, да. Но люди, которые понимают, что это такое, они, по-моему, могут смеяться, да. Но это не до смеха, конечно. Да, такая ситуация. Что еще тебя вот ранит и, ну, вот, вызывает такие сильные эмоции, когда ты думаешь о том, что происходит в Чечне? Ну, за это время уже мало что ранит. Человек очень, ну, не быстро, но очень быстро привык, поэтапно может привыкать к боли, и для него уже боль становится таким... сутью его жизни, да, что он чувствует только радость, когда он может испытывать боль уже, скажем так, эти все нейроны уже давно атрофировались, и очень... Ты можешь как бы понимать, что есть определенные процессы, которые могут негативно сказаться на будущем нашей страны оккупированной и так далее. Но что это боль, как это уже... Мы делаем все, чтобы нам не было больно будущим поколениям, потому что дети, это те люди, которые еще могут ее испытывать, к сожалению, в том смысле, что они могут пережить то же самое, что и мы пережили. И вот этого не хотелось бы. И очень много же людей, которые уехали, они люди травмированные, правильно же? Ну, на войне они могут быть здоровых людей. Да, и они несут это, да, и вот здесь нет такой реабилитации для них, да? Ну, есть европейские институты, которые финансируют все это, и психологов выделяют и так далее. Ну, и тем людям, которым необходима реабилитация, конечно, они получают в Европе. И это все детям передается тоже, да? Ну, детям, которые родились в Европе, им передается в густной форме, я думаю, информационная, чистая. Боль передать... Наверное, и хорошо, что нельзя передать 100%, кто-то испытал, когда... Сейчас очень много говорится о распаде России, потому что вот ее, ну, такая внешняя агрессивная политика, да, как бы вызывает очень много вопросов. Плюс экономические трудности, да, и так далее. Вот как бы и такие центробежные силы вроде как просыпаются. Вот что ты думаешь об этом? Как ты думаешь, а настанет ли такой момент, когда Россия распадется? И готовитесь ли вы к этому? Ну, есть официальная позиция правительства Чеченской республики Ищкерия по этому поводу, что распад России это очень нежелательная ситуация. Другое дело, что Россия должна трансформироваться в цивилизованное государство. Это уже другой вопрос. Да, мы об этом не раз говорили, что для полноценных партнерских отношений должно быть два цивилизованных представителя. Да, не может быть один цивилизованный, а другой варвар. Не получится какого-то диалога, какого-то прагматичного подхода к решению вопросов. То, что Россия должна трансформироваться, это да. А то, что она должна распасться, исчезнуть, мне кажется, это не очень серьезный разговор. Но способна ли она на это? Я думаю, что всю свою историю, в принципе, Россия была империей. С того момента, как она стала такой вот империей. Был, может быть, небольшой такой период, Ельцинский, когда вот, и вот так вот, Горбачевский, Ельцинский, когда удалось, в принципе, вот, мирно, ну, как бы, развалить СССР, да, и дать независимость там странам входящим, входивших в него. Вот как дальше будет? Вот вы прогнозируете что-то? Вы предвидите как-то ситуацию? Ну, у нас есть свое видение, как могут, несколько вариантов, как могут развиваться события, но как это должно быть, это должно волновать граждан России. Это их приоритетная задача, это их общей смыслом жизни должно быть. Потому что они решают, что должно быть, каким должно быть государство. Да нигде граждане же не решают ничего. Это же они всегда решали. Свободные, независимо, Чиненская республика, это всегда решали граждане. Ну, а как вы видите себе вот перспективы России? Как хотелось бы. Да. Чтобы Россия трансформировалась в цивилизованном государстве, чтобы она несла ответственность за то, что она сделала, за то, что она делает, за то, что она не сделала. Ну, что касается Чечни, вот что должно произойти? Очень простая вещь. Мы председатель Кабинета Министров, Ахмед Закая всегда об этом говорили. Во-первых, должен быть диалог. Во-вторых, деоккупация. В-третьих, дружеский, соседский, мы государственном уровне отношения выстроим. Все очень просто. Мы видим, как выстраивались отношения до 1994 года, мы видим, как они выстраивались с 2000 года при марионеточной администрации уже сначала отца Кадырова, теперь сына Кадырова. Что граждане России от этого испытывают? Они же сами знают, какой позитив, какой негатив. Они сами это могут подробно все. У них есть возможность сравнить, какие отношения были между правительством при первом законно избранном президенте Чахаре Дудай и при втором законно избранном президенте Аслане Москадове. Какие отношения сегодня? В какой ситуации, в какой позиции или позе находятся граждане России? В любимой своей позе находятся? Я не знаю, что какая они. На коленях. Но я бы хотелось, чтобы она все-таки стала цивилизованной, чтобы они поняли, что дети – это самое главное в жизни, и они думали о будущем, не только о своем будущем, о будущем своих детей. В какой стране они должны будут жить? То есть, Чечня должна стать независимым государством? Чечня всегда была независимым. Просто любой историк грамотный, пускай почитает, не может быть зависимая страна какая-то отстаивать свою свободу и суверенитет в течение 417 лет. Это просто нереально. Если бы уже давно смирились бы, уже давно ассимилировались бы, как другие, и вообще бы не вспоминали бы. И вот нынешнее смирение и ассимиляция – это просто как бы ширма, это видимость, да? Это не… Это маска, что ли? Путин делал вид, что он может обманывать в какой-то период весь мир, говоря о том, что чеченцы – террористы, их надо всех уничтожить, что никаких законностей бездетов не было, нет никакого мирного договора, как и Будапештского уже сегодня, нет и быть не может, и так далее, и тому подобное. Но в конце концов они обманули себя, да, в данной ситуации. Это необходимый такой рефлекс для выживания. Нам, в общем, мир считал в свое время, что он может спокойно, закрытыми глазами, наблюдать ситуацию, когда убивают хладнокровную целую страну, целый народ. Когда человеку подносит пистолет в песку, ему другого ничего не остается, как подчиниться, да, на определенном этапе. Сегодня пока 150 тысяч пистолетов и автоматов направлены на 800-тысячный народ, на наших сограждан в оккупированных очищениях, они вынуждены делать вид, что они делают то, что они… Лояльны. Лояльны там, что они как свободные люди, вот все, понимаете. Ну, если всех устроит такая ситуация, то давайте поглянем в эту игру. Ну, пусть, как только эти российские оккупанты туда выйдут и марионетки, которые до этого момента были или будут оккупированы в Чечении, всем понятно, что они будут бежать впереди этих оккупационных войск в Россию, если их там будет принимать, конечно. Как к чеченцам относятся вот на Западе, в разных странах Европы? Вы как-то мониторите вот эту ситуацию? Ну, там, кавказофобии, может быть, там, чеченофобии? У нас такой проблемы нет, потому что географически, политически, социально граждане Чечении являются европейским народом. Мы всегда были европейской страной. Если вы, опять же, возьмете историю, с самого начала чеченское общество формировалось как демократическое. у нас не было никогда слоев социальных, которые были, находились и имели какие-то привилегии по отношению к другим согражданам, если сравнивать с другими европейскими странами, что, в принципе, вся модель государственности в Европе сегодня потихоньку приходит к тому строю, который всегда был в Чеченской республике. То есть, Чечня не была таким клановым обществом? что это такое превратное восприятие с подачей российских историков, что в Чечне были какие-то кланы, тейпы, и что они как-то между собой решали все вопросы. Нет, чеченцы всегда были чеченцами, они понимали, что, безусловно, была своя родословная у каждого, так и так и тому подобное, но это никак не ставило один рот выше другого. А кровная месть? А кровная месть это уголовный кодекс, просто, просто у чеченцев не было 50 лет даже для того, чтобы привести какое-то русло от своей письменной законы, потому что постоянные вторжения со стороны вас с юга, с востока, потом уже с севера не давали просто эволюционным путем прийти к этому всему. поэтому такие названия так и, скажем так, за 400 лет мало поменялись формулировки, да, кровная месть. Это уголовный кодекс, в котором очень четко все расписано, кто на что имеет право, как он должен действовать, в той или иной ситуации, какую ответственность он несет. У него есть какое-то свое название? Адаты. Законы, в начинском это Адаты. Чечня сейчас представляется как очень религиозная страна такая, да, вот все там носят хиджабы, все такие правоверные мусульмане, вот, насколько сильна и популярна вот эта вера, вот, ислам среди беженцев вот, чеченских? Ну, опять же, это про российскую пропаганду, которую выгодно представлять чеченцы в этом свете, потому что религия для российских купантов всегда была инструментом для вмешательства в дела чечений, опять же, для манипулирования, прекрасно понимая, насколько глубоко в каждом гражданине Чеченской республики верового Всевышнего, и это, скажем, тот биос, который позволял в любой момент дать самый короткий путь к системным данным того или иного человека. опять же, проблема в том заключается для российских купанков, что они, могут вторгнуться туда, но как-то заставить чеченца совершить какой-то несправедливый поступок, у него все равно откуда-то заложено это в каждом чеченце, что каждый взвешивается за все за и против, и у каждого свое я какое-то, которое не позволяет совершать противоправные откровенные поступки, даже если кто-то говорит, что это религия оправдывается, что ты можешь это сделать, я тебе говорю, и так далее. Обычно я говорю, который говорит, что нам мы должны пойти все в рай, вот он не спешит в этот рай, он рядом стоит, всех посылает, а хотелось бы, чтобы он впереди всех шел. Но все-таки в Чечне самая крупная мечеть в Европе, правильно? Строенная российскими оккупантами по проекту, который был изначально заложен правительством Чеченской республики Чечень. Вот, то есть можно говорить о том, что в принципе население, оно религиозное, да, очень такое религиозное, плюс вот эти всякие маркобесные вещи, там, когда, ну, женщины оскорбляют, когда они не носят хиджаб, там, или вот какие-то предписания по поводу длины бороды, там существуют, да, это есть, что если вы хотите унизить мужчину, вам достаточно унизить женщину, даже не унижая конкретного мужчину. Это опять же, кто это делает? Никогда Чеченец себе не позволял. Чеченцы очень хорошо знали, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. А вот такие моменты, о которых вы говорите, это опять же спецпроекты Федеральной Службы Безопасности для того, чтобы сломить, скажем так, идеологический код чеченцев, чтобы все были, понимали, что они находятся в униженной позиции. Опять же, мечеть построили не потому, что это была потребность населения Чечения, оккупирования Чечения, потому, что это ложилось в рамки идеологической пропаганды российских оккупантов. Они же не построили ни одного института, который бы давал образование на чеченском языке. Нет уже этого. Вы можете поверить в то, что чеченцам не нужен чеченский язык. Давайте выкинем на мусорку русский язык, русскую культуру. Зачем вам это все? Давайте построим вам храмы, вернее, мечети. если мечети везде вместо храмов и вы будете на арабском языке арабскую культуру проповедовать. Вы же не согласитесь с этим. Я, например, вот что касается меня, то я открыт. Я бы хотел изучать арабский язык. Мне интересно про уничтожение вашей культуры. Правильно? Если сегодня у вас не будет ни одного учебного заведения, которое будет преподавать на русском языке в вашей стране, вы будете считать? У нас проблема в том, что даже несмотря на то, что существует язык, людей, которые могут мыслить, образованных людей, культурных людей, их очень мало. На самом деле всегда мало. Дело не в этом. Пушкина, Грибоедовых, Тургениев, Булгаковых, их всегда мало не в этом. Дело в том, в системном подходе есть возможность у граждан обычно изучать свой язык или нет. Вот это замечать самое крупное. Построили бы российские оккупанты самые крупные. Но там что по-русски идут эти службы, по-русски все идут? Какой смысл? Допустим, это на чеченском идет. На чеченском пропаганда ФСБ. Что Путин, наш президент, Рамзан Кадыров является избранником Всевышнего и самым лучшим из чеченцев и чуть ли не царь, там, чеченский. А это же противоречит все, я думаю, Корану. Правда? В Коране сказано, насколько я знаю, что свобода у каждого мусульманина должна быть приоритет. Он не может быть мусульманином, если он не свободен. А сегодня мусульман, которые население построит печень. У них самого главного нет, у них нет свободы. Что такое свобода для чеченцев? Опять же, язык. То есть, Кадыров в принципе не мусульманин, да? Это будет Всевышний решение, я не могу сказать, кто он. Я могу точно сказать, что он предатель нашей страны, что он предатель нашего народа, что он человек, который будет молиться там и как он будет просить Всевышнего, но Всевышний лучше знать, как он будет определять, кем он будет считать. Ну, я так понял, что в принципе 100% чеченцев, да, они мусульманин, правильно? У меня не статистик. Я думаю, что в каждой вольной, опять же, в Коране написано, насколько я знаю, что нет подтверждения в религии. Если какое-то течение захочет свою другую религию, это его личное дело. а тебе с кем было бы приятнее иметь дело, кому ты больше доверяешь? Верующему и мусульманину или там? Доверие сложный вопрос как бы это не зависит от религии человека или как он себя преподносит, что мусульманин доверие складывается из поступков. Ты должен знать, как себя человек губил в той или иной ситуации и какой уровень доверия может быть по отношению. Из репутации, то есть и не всем мусульманам можно доверять, да? Для меня религия это очень такое личное дело каждого. Я никогда не отрывался от того, что человек, который назывался мусульманином, у него борода, он молится, что ему можно доверять. На этом и играет Федеральная служба безопасности. Они всегда вот, чеченцы такие наивные, что если вот видим человека, что он выглядит как мусульманин, мы считаем, что он всю жизнь делал добрые дела. На самом деле у него просто работа такая под религиозной рясой, у него погоны Федеральной службы безопасности. Спасибо. Спасибо тебе огромное, Магомед, за это интервью интересное. Желаю успехов. Вам тоже. Спасибо.